Если вы еще думаете, стоит ли дарить свои добрые дела массам, то мы спешим склонить вас к ответу «да». Отговорки, мол, я не умею, не могу, у меня не получится, не принимаются. В современном мире можно освоить что угодно. Ну и напомним, 2018 год – это год добровольца в России. А пока этот год еще не закончился, у вас есть шанс попробовать себя в роли добродетеля. Если не знаете, с чего начать, мы и наш сегодняшний гость вам поможем. В нашей студии Мария Гошева, организатор Зимней школы добровольчества, мастера добровольчества. Мария, здравствуйте. 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 Кто участвует в школе добровольчества? Ну да, действительно, у нас в Республике Коми проходит школа добровольчества. Сегодня второй день ее образовательной программы. И участниками этой школы являются все желающие, так скажем, добровольцы республики, которые изъявили, смогли принять участие в эти сроки, потому что под конец года добровольчества очень насыщены карты мероприятий. И непосредственно любой желающий от 18 лет до, так скажем, серебряного волонтерства мог бы принять участие в нашей школе и, соответственно, принимают. Надо было подавать заявки? Как-то это было делалось все заранее? Или вот можно было спонтанно заявиться? Ну, соответственно, так как школа выездная, она проходит на базе отдыха Парма, в Качияге, поэтому заранее была подготовлена, так скажем, регистрационная компания. И, соответственно, через АИС «Молодежь» — это система регистрации на большое количество мероприятий. Все участники зарегистрированы и, соответственно, уже отвезены на базу и проходит образовательную программу. Вот программа пройдет на двух уровнях — для активных добровольцев и для руководителей добровольских организаций. Вот в чем разница между этими двумя направлениями? Как-то, может быть, мастер-классы будут разные, правильно понимаю? Ну да, дело в том, что у нас школа проходит не первый год, и, исходя из опыта предыдущих лет, мы понимаем, что добровольство — настолько широкая сфера, и люди разного уровня подготовки, опыта, и, соответственно, было принято такое программное решение уже не первый год проводить по двум направлениям — для активных волонтеров и для руководителей добровольческих объединений, ну и вообще для сотрудников в муниципалитетах, которые координируют эту деятельность. Ну и, соответственно, программа образовательная, она различная, она на разных уровнях проходит, если говорить об активных волонтерах, они больше проходят азы добровольческой деятельности, анализируют свою личную деятельность, ищут инструменты для работы. Ну а добровольческие объединения, как, так скажем, группа, команда, их руководители, они проходят больше такой управленческий асессмент, думают, каким образом они будут дальше руководить своим добровольческим объединением, и как в регионе это вообще все возможно систематизировать, чтобы все шли в ногу, так скажем, друг с другом и со временем. А кто выступает экспертами и вот о чем они рассказывают? Ну вообще тренерами и экспертами на этой площадке являются тренеры ассоциации, есть ассоциация тренеров Российского Союза молодежи, да, нас 46 человек по всей России, вот частично мы представляем республику Коми, будем представлять там и в качестве тренерского состава, это тренеры СГУ и Петерима Сорокина, молодые ребята, которые прокачаны в области неформального образования, ну и непосредственно эксперты в области добровольчества, матерые, так скажем, волонтеры, которые будут делиться опытом и инструментами для работы. А вот цель вообще зимней школы какая? Что вы хотите добиться? Ну, во-первых, это праздник, год добровольчества заканчивается, это такая яркая точка, но помимо торжественных церемоний, наград и так далее, школа показатель того, что нужна точка анализа деятельности года добровольчества, получения новых инструментов, которые тренеры и эксперты дают, ну и непосредственно планирование на следующий год, потому что добровольчество не останавливается, хотя и год добровольца подходит к концу. Вот вы сказали то, что не в первый раз она проводится, а каких результатов вы добились, например, в прошлые разы? Ну, скорее участники добивались результатов, соответственно, мы отслеживали, работали с этими участниками предыдущих школ. В основном, основным из результатов это объем, качество и масштаб добровольчества, именно добрых дел, проектов добровольческих. То есть на предыдущих школах было социальное проектирование, это когда участники непосредственно придумывали прямо там на месте проекты, часть которых была реализована в течение последующих годов, ну и непосредственно многие ребята сейчас выступают уже экспертами на этих школах, кто был когда-то на первых в республике Коми. То есть получается из года в год? Благодаря таким школам проекты становятся все лучше и качественнее, и больше. Ну, мы для этого стараемся, и я думаю, что в том числе и эта школа способствует этому всему. Хорошо, спасибо, что пришли к нам. Желаем вам вашу копилку больше добрых дел и больше людей, которые будут эти дела делать. Спасибо. Спасибо вам большое.